Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поднять одну интересную тему, о которой сейчас мало кто говорит. Сейчас намного больше пессимизма на рынках, чем оптимизма. Какой обзор и прогноз не откроешь, все хоронят биткоин чуть ли не до 1000 долларов за одну монету. Аргументация почти всегда это война, санкции, инфляция, коронавирус, плохие экономические условия из-за ряда перечисленных причин и так далее и тому подобное. В общем, все говорят, что неизбежность это поднятие ставки ФРС США вплоть до 5-6%, а также сокращение их баланса активов с целью побороть рекордную за последние 40 лет инфляцию. Что ж, вполне себе обоснованно и логично, но что если я скажу тебе, что неизбежность заключается совсем в другом? И это другое абсолютно обратно всем ожиданиям. Интересно? Значит, поддержи это видео лайком и комментарием. Мне всегда очень приятно. И давай начнем. Ни для кого не секрет, что у Соединенных Штатов есть союзники. Например, Евросоюз и Япония. Как работает система в ЕС и Японии? Она работает на том, что называется контролем кривой доходности. В обеих юрисдикциях, как мы видим, контроля кривой доходности добиваются очень низкими ставками. В Японии с 2016 года эта ставка удерживается на отметке около нуля процентов. В Евросоюзе же она немножко поднялась, но, как мы видим, с 2016 года тоже находится около нуля. В США же работает совершенно иная система контроля денежной политики. ФРС управляет денежной политикой, имея два рычага. Количественное смягчение, когда печатается много денег и ФРС раздувает свой баланс активов. И количественное ужесточение. Обратный процесс, когда поднимаются ставки и баланс активов наоборот уменьшается. И теперь начинается самое интересное. Ни Япония, ни Евросоюз не смогут обойтись без поддержки Соединенных Штатов в таких условиях. Все три юрисдикции участвуют в санкциях против РФ, но уже сейчас население некоторых стран, например, Нидерландов, Великобритании и Панамы, выходят на массовые демонстрации против высокой инфляции, роста цен на топливо, удобрения, да и на все остальное тоже. Цены для людей становятся неподъемными. В Германии элементарно уже экономят воду и рекомендуют мыться чуть ли не раз в неделю. Если тянуть еще полгода до конца 2022, то добавится еще и зима, а это уже попахивает бунтом против голода и холода одновременно. Кроме этого, из-за рекордно сильного для таких условий доллара, посмотри на индекс доллара, он растет весь этот год. Сырьевые товары для Евросоюза и Японии также рекордно дорогие. Поэтому США, проводя политику количественного ужесточения сейчас, рискуют растерять своих союзников. Чтобы этого не допустить, им буквально придется начинать снижение процентной ставки и переключать политику количественного ужесточения на политику количественного смягчения. То есть, иными словами, включать печатный станок и снова раздувать свой баланс, покупая те же европейские и японские облигации, для того, чтобы поддержать своих союзников, буквально накачивая их деньгами. Думаю, передайте могут пойти разговоры о том, что инфляция уже не такая страшная и нужно всеми силами спасаться от рецессии. Если так подумать, у США просто нет иного выбора, нет вариантов и опций вообще, кроме как сворачивать лавочку и начинать количественное смягчение. Также 8 ноября 2022 года пройдут выборы в Палату представителей. Это тоже очень важно, ведь демократы, которые сейчас находятся у власти, вероятно, постараются удержаться при ней. А для этого нужно немного покормить народ и желательно не после выборов, если ты понимаешь почему. Что значит покормить народ? Это раздать им деньги, например, в виде субсидий. Субсидий на еду, субсидий на газ и так далее. А это означает печатание денег. Также это значит подкормку в виде роста активов до выборов. Все эти факторы означают одно, включить станок придется. А когда включают станок, печатающий деньги, особенно хорошо растут какие активы? Ну, конечно же, высокорисковые. А высокорисковый актив это что? Это, например, криптовалюта и биткоин. Вот такая непопулярная точка зрения, что Соединенным Штатам просто-напросто придется взорвать цену биткоина, пусть и косвенно, для того, чтобы спасти своих союзников и самих себя. Интересно, что ты думаешь об этом? Напиши в комментариях. И помни, что это видео не политическое, а финансовое. На этом все. Меня зовут Богатищий Дю. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok